В Казани впервые провели аутотрансплантацию костного мозга пациенту, страдавшему миеломной болезнью. Процедура прошла с участием специалистов РКБ, которым помогали сотрудники университетской клиники и Института фундаментальной медицины Казанского федерального университета. Здравом Республике Татарстан перед РКБ была поставлена задача осуществить аутологичную трансплантацию клеток костного мозга. У больного с онкогематологическим заболеванием. Поскольку этот процесс высокотехнологичный и требует определенного высокого оборудования, то администрация РКБ обратилась к администрации медсанчасти КФУ с просьбой о технической и методической поддержке. Миеломная болезнь является злокачественной опухолью. Своё название «заболевание» и «опухолевая клетка» получили в связи с преимущественной локализацией процессов в костном мозге. Аутотрансплантация заключается в том, что больной является донором для самого себя. Пересаженные клетки костного мозга способны продлить жизнь пациента приблизительно на 5 лет. Существуют методы восстановления функциональной активности костного мозга со счёт трансплантации донорских клеток костного мозга. Причём эта трансплантация может быть аутологичной, то есть клетки костного мозга забираются перед химией радиотерапией и после выполнения этих процедур вводятся обратно в организм реципиента или аллогенной, когда используются для восстановления функций костного мозга клетки неродственного донора. Как нам удалось выяснить, первая в республике операция по пересадке клеток костного мозга прошла успешно и без каких-либо осложнений. В настоящее время пациенту стало лучше и его выписали из больницы. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс.